Для немецкой компании Henkel Россия один из важнейших рынков. По объему выручки он на четвертом месте в мире. Работает производитель чистящих и моющих средств в России вот уже 25 лет. За это время он успел построить в стране 9 заводов. И вот неожиданно сообщается, что россияне в ближайшее время не смогут пользоваться кондиционером для белья вернель весенняя свежесть и стиральными порошками Персил Эксперт Сенситив и Пемос Детский. Роспотребнадзор посчитал, что средства не соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к безопасности. Штаб-квартирии Henkel в Дюссельдорфе очень удивлены. В связи с этим мы хотим наладить диалог с соответствующим ведомством, чтобы выяснить причину подобных действий. Безопасность и безвредность наших моющих средств являются приоритетной задачей для нас. Вся наша продукция разработана и изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами качества и соответствует законодательству и требованиям безопасности и здоровья. Помимо немецкой компании Henkel в список Роспотребнадзора он перед вами попали и другие известные иностранные производители. Среди них Проктер Энд Гэмбл и Колгейт Палмалиф. Российский регулятор не обошел стороной и другую немецкую компанию Werner und Metz. Под запретом оказалось средство для очистки и ухода за полом Эмсаль. СМИ сообщает, что крупные ритейлеры, среди них Ашан и Метро, уже начали изымать запрещенную продукцию из продажи. Так или иначе, наблюдатели не исключают, что действия Роспотребнадзора, которые сама организация называет плановыми, это новый виток санкционного противостояния между Россией и Западом. В августе Роспотребнадзор вплотную занялся иностранными магазинами и импортной продукцией. Несколько дней назад регулятор проверял все московские филиалы французской сети Ашан. Также сообщил об обнаружении вредных для организма веществ в некоторых американских винах.